День космонавтики Министерство обороны промышленности СССР под руководством Сергея Королёва. Впоследствии возглав Железногорский филиал-бюро, который стал ведущим предприятием страны по созданию космических аппаратов связи, навигации, геодезии. Уже в 1964 году предприятие заявило о себе на весь мир, создав за два с небольшим года на базе боевой ракеты Р-14 новую двухступенчатую ракету-носитель «Космос-3» и запустив с её помощью с космодрома Байконур три спутника связи «Стрела-1» собственного производства. Созданные под его научным и техническим руководством спутники обеспечили надёжную, помехозащитную, круглосуточную связь и телевидение. Вот один очень умный человек сказал, связь как воздух. Её отсутствие замечает только тогда, когда она испорчена. А так пользуется связью и считает, что всё так и должно быть. Гео и Ка решали задачи построения высокоточных геодезических сетей, определения формы, размеров Земли и её гравитационного поля. Серий спутников Цикада, ГЛОНАСС и другие предназначены для обеспечения навигации. Научные и практические работы, проведённые под руководством и при непосредственном участии Решетнёва в области механики, позволили создать конструкции, работающие в экстремальных условиях космического пространства до 10 лет. С 1972 года руководил кафедрой космические аппараты в Сибирском государственном аэрокосмическом университете. Результаты его работы отражены в более чем 200 специальных трудах и 40 изобретениях. Михаил Решетнёв являлся одним из организаторов Сибирского отделения Российской инженерной академии, президентом которого он был до последних дней жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова